здравствуйте дорогие друзья как я рад вас видеть я невероятно рад вас видеть и еще больше я рад тому что вы рады меня видеть наверное ну иначе бы не смотрели бы это все здесь спасибо вам за то что поддерживаете ролик материально ролики спасибо за то что пишите комментарии я читаю с огромным удовольствием и просто картина мира меняется хотя конечно не меняется она какая была такая остается особенно порадовали меня комментарии к ролику посвященному группе pink floyd конкретно пластинке metal но это отдельная тема я и я прокомментирую комментарии когда буду комментировать следующий альбом pink floyd по очереди хотя они идут не по очереди у меня в разнобой но тем не менее я хочу там основные альбомы хватить впечатление такое конечно складывается удивительное у меня ну да ладно бог с ним я я об этом поговорю еще что-то я хотел сказать да по поводу комментариев друзья мои смотрите в плейлисты перед тем как просить какую-нибудь пластинку показывать себе показал я показал да вам какую-то пластинку посмотрите плейлисты потому что каждый день я читаю а вот это а вот это а вот это а вот это и вот это и вот это уже давным-давно все есть все лежит в плейлистах это же так просто набрать в поисковике алексей рыбин про и дальше название альбома и раз выскакивает оказывается ролик уже есть такой так что начинайте с плейлистов в общем за за все вам большое спасибо а я вспоминаю пластинку которую купил совсем недавно мы живем счастливое время на самом деле в смысле музыки в смысле пластинок нашу переиздается все переиздаются такие редкости которых не увидеть не услышать но если вы не слушайте это в интернете музыку как я я не слушаю я иногда там тыкаю что-то чтобы просто ознакомиться с какой-то группы неизвестной но в принципе не слушаю так вот счастливое время потому что столько переизданий столько редкостей переиздается и те люди которые говорят свой новоделать фу говно это все нет вот оригиналы нужно покупать да ну во первых ничего не нужно это все наше баловство это все наши игры и забавы собирание пластинок здесь слово нужно не не подходит сюда хочется да хочется так вот оригиналы да это здорово это кайфово они звучат оригинально что приятно на самом они звучат так как хотели бы их слышать музыканты когда записывали вот они звучат так вот группа хотела достичь какого-то звука она его достигла и этот звук зафиксирован на пластинке мы скоро слушаем оригинал мы слушаем аутентичное звучание вот такое как надо да все остальное дальше ремастеринге и все прочее это уже не аутентичное звучание другое но другое дело что она хорошая и многие артисты радуются ремастерингом например того того же стивена вилсона когда он делает пластинки там king crimson или джет ротал на свой компонент музыкантам это очень нравится они говорили что просто в те годы не было так возможности достичь такого звука а вот сейчас такая возможность есть и вот этот звук появился и это очень хорошо но что касается собирательства пластинок пришли о это говно это три копейки вообще ничего не стоит ну во первых стоит денег немаленьких а во вторых ценность оригиналов в чем заключается во времени потому что когда там я не знаю семьдесят девятом году 80 мы ходили на толчок ну то есть на черный рынок да покупали там пластинки они все были оригиналы вот все они были оригиналы и стоили они ровно столько же сколько мы стоить стоили как стоили просто да они все были настоящие тогда муж ну да пожалуй что да вот и прошло время до прошло 50 лет или там 40 и оригиналы стали цениться ах как просто невероятно оригинал оригинал а вот эти самые переиздания которые сейчас выходят я вас уверяю что тиражи этих переизданий сравнимо с тиражами оригиналов сопоставим стиража не сопоставилась с тиражами оригиналов которые печатались по 500 тысяч в массе своей там по 300 по 500 по миллиону экземпляров там продавались да некоторые пластинки здесь если тираж 1000 там 2 это как бы ого-го это все хорошо да я вас уверяю что через 30-40 лет вот эти переиздания они будут также точно цениться как сейчас ценится оригиналы те самые которым 50 лет уже вот роду и примеров масса есть очень много пластинок там radiohead и прочие у которых первые переиздания там начала двухтысячных сейчас их уже не найти они стоят уже серьезных денег первые первое переиздание там ok computer например специалисты кто те которые занимаются собирательством специально они все это знают и они меня меня поймут и они так сказать кивнут голову да так и есть вот эти первые переиздания они уже становятся раритетами и редкость минут бог с ним а счастье заключается в том что переиздаются такие вот редкие вещи как гравитрейн ну для меломанов таких упертых в рок музыку это никакая не редкость конечно эта группа достаточно известная но для большинства сограждан думаю что она не очень известна скажем так гравитрейн это англия пластинка вышла в 1970 году первая пластинка гравитрейн всего их четыре у группы вот и я познакомился с этой штукой лет наверное 20 назад когда мой друг саша цалихин прислал мне компакт диск из америки гравитрейн я никогда не слышал не видел эту группу вообще не знаю что такое поставил в проигрыватель я тогда еще слушал компакты и слышу играет джет ротал ранее думал что такое как а потом слушаю дальше нет не джет ротал нет уже как бы все круто потом мы с сашей встретились уже говорят в америку приехал гравитрейн супер но действительно группа начинала с того что играла по клубам что естественно любая нормальная группа играет в клубах играли они кадр версии песен группы крим и группы джет ротал все правильно потому что в группе был в квартете гравитрейн был постоянный флейтист он же саксофонист он же клавишник постоянный член группа член вот этого музыкального сообщества неотъемлемая часть музыкального пространства гравитрейн естественно флейта на первом плане иногда иногда первый план менялся на гитару потом опять флейта и конечно да все пошло похоже и даже и песни даже по структуре по построению их по гитарной игре были похожи на джет ротал но потом гитаре сменился пришел другой пришел господин баррад как его звали не помню его не помню помню норман баррад гитара вокал и группа звучала по-другому уже хотя и у джет ротал есть элементы джаза там проскакивают но здесь знание опыт умение и желание играть джаз не пугайтесь только это не джаз рок я уже под роликом про майлса дэвиса там начитался тоже определенных людей это никакой не джаз это британский такой как говорят некоторые прогрессив прогрессив основанный на блюзе на элементах даже free джаза я бы сказал местами когда начинаются соло саксофона с гитарой дуэт там ох там что такое творится там просто замечательно все ну и конечно гитара бас барабан и флейта и погнали в чистом виде просто замечательная британская музыка семидесятого года и группа звучит настолько цельно настолько плотно настолько все продумано все осмысленно что удивительно почему эта группа не стала сказать не лидером первого эшелона но где-то так сказать в первом этом самом эшелоне нестись вместе с же тратал съездом с дженессис с кем угодно ну там были проблемы административные административные невезение не в ту дверь вошли не в то время приехали начальник ушел но это я говорю собирательно из того что написано в истории в подробной истории про гравитрейн хотя этих историй очень мало и копать их нужно на англоязычных ресурсах потому что на российских их практически нет ну пластинка тем не менее очень хорошая она у она цепляет просто с первой песни да не вам первая вещь когда начинается гонка гитарный риф и флейта пошла очень похожим по манере на андерсона потом это на ли единственный кусочек где похоже на андерсона потом уже совершенно по-другому играет эта группа и флейта я имею ввиду и если говорить о том что эта смесь крим и джет ратал то дальше здесь уже начинается скорее смесь камелла и black sabbath по крайней мере на этом альбоме до любителям тяжелого рока это будет очень интересно все услышать и вот с первой песни прямо она так цепляет и вот этот вот это фли вот этот флейт вы проход и потом сам куплет сама уже основная часть песни замечательный голос прекрасная мелодия героическая очень героическое то что надо для рок-музыки британии 70-го героическая мелодия открытая широкая такая пропета все то есть не просто там ля-ля-ля какое-то а вот такая вот мелодия и поди-ка за еще спой все очень здорово и понеслось и дальше конечно хочется слушать и мы слушаем дальше что мы слушаем дальше дальше дизикейшн тусит посвящение сиду вероятно барраду судя по тому что происходит в этой песне после текстовой части не очень длинный начинается пространная но опять-таки осмысленная точная продуманная инструментальная соло с флейтой очень странные со сменами размером там сразу там идет 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 текстовая часть потом раз другой размер кому-то приклеена просто другая другой кусок какой-то к песне и вот эта инструментальная часть такая весьма психоделическое с флейтой но не заумная мелодичная понятная доходчивая и очень приятная дальше начинается чудеса cost road тяжеленный блюз такой куда-то в сторону black sabbath уже мы уходим по звуку с очень простой структурой почти пародийный очень простой такая двенадцатитактовая история тяжеленная такая или к крем где-то что-то слышно но это все здорово а еще здоровее когда начинается опять таки что правильный инструментальный кусок где флейта с саксофоном выделывают просто флейта с саксофоном саксофон отдельно саксофон с гитарой и вот это дуэль гитар с саксофоном тому помрачительную вопрос при этом это опять таки не пугайтесь ненавистники джаза это не джаз это это просто флейта с саксофоном в тяжеленном роке и еще более тяжеленная четвертая песня на первой стороне там уже совсем там там какой-то адский риф гитарный тяжелый такой который длится 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 и длится но слушать его приятно 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 и не скушено и очень это очень здорово а вторая сторона радует любители психоделической музыки уже по полной схеме сынков сынков life первая вещь пятиминутная британская психоделия тяжелый рок с голосом с пением это все прекрасно здорово мы любим мы это приветствуем всегда да а потом начинается его в пакет ног 16 минут вот это да попили сначала немножко а потом минут на 12 где-то гитарные истории бары то барата то есть нормана барата и он так играет на гитаре умопомрачительность то просто слушаешь с неприходящим интересом и удовольствием уже много-много лет то есть лет 20 я сначала на компактах дать теперь вот слава богу появилась винилая пластинка и вот эти разговоры кто лучше играть на гитаре кто хуже играет на гитаре это чушь собачья все абсолютная чушь кто как мыслит на гитаре кто какую музыку играет роберт фри по моему сказал что есть два типа людей одни люди слушают гитаристов а другие люди слушают музыку вот здесь про технику говорить бессмысленно же техника хорошие у всех всех тех кого мы слышим на пластинках у них у всех хорошая техника это поверьте уж любой вам скажет гитарист а как мыслит человек какую музыку он играет какие используют какой звук используют как он работает со звуком а здесь работает со звуком так просто как я не не слышал даже не у хендрикса ни у кого то есть вот это кайф в том что новые те же самые приборы те же самые примочки вау-вау край бэби там да вот это все все то же самое ассортимент был не широкий в семидесятом году но как находятся эти звуки откуда они берутся что он делает там с с обработкой примитивной которая у всех была примитивная обработка тогда обработки точнее и у сида баррета и у нормана баррета и у всех остальных и у хендрикса то все те же там педальки но такой звук и такая фантазия что просто я пошел пить